Ну что ж, приветствую, с вами Spector604 и сегодня я вам представляю фугас на карте SeaTown с оружием AK-47 Gold с модулем глушитель. Ну что же, сейчас я постепенно расскажу про матч и также вам расскажу, почему же всё-таки я решил записать это всё с микрофоном. Ну что же, начнём. Начнём, пожалуй, с того сразу глупого вопроса, почему я записываю с микрофоном. Ну просто мне уже надоело постоянно вставлять музыку и чтобы вы просто тупо видели этот геймплей, просто тупо ставили лайк за этот геймплей. А мне бы хотелось немного рассказать о тактике, как я здесь играл, ну и т.д. и т.п. В общем, поехали. Так, вообще я выбрал два класса, потому что именно на этих классах у меня стоит Gold оружие, Gold камуфляж, это AK-47 и MP7. В общем, я играл с другом Шарком и... в общем, я ему сказал то, что я попробую набить фугас. Сначала у меня было минус 16, 14, даже 10 было, потом уже вот началась Sea Town и об этом сейчас пойдёт речь. Ну что же, в руках у меня золотая AK-47 с модулями глушитель и импульсом. Импульс позволяет эффективно стрелять через стену, ну я думаю, вы все знаете. Дополнительным оружием у меня магнум с тактическим ножом. Кстати, сейчас, одну секунду! Спешилист бонус ачифт! С помощью магнума. Так, магнум с тактическим ножом у меня дополнительным. Значит, перки у меня стоят Slate of Hand, это ловкость рук. Ассасин Pro, Slate of Hand тоже Pro. Ассасин Pro, Убийца Pro. И... Сталкер Pro. Вот, Сталкер Pro. Никакого перевода дословного. Да, я тут взял FMG, я подумал, что они мне пригодятся, но я потом подумал. Ну а мало ли я добью фугас. Естественно, я его выложу. Ну и зачем мне позориться? Я взял еще один AK-47. И сейчас, кстати, я, по-моему, с ним и проведу матч. А, нет. По-моему, у меня сейчас вот золотой кончится, и я оставшийся фугас проведу с синим. Вот. Ну что же, не будем отвлекаться. В специалистовских перках у меня Quickdraw Pro. Почему же я его поставил? Да, думаю, легко сказать. Кстати, сейчас еще разберу, почему я их поставил. Вот. Quickdraw я поставил, потому что при спринте в специалист бонус ачив дается перк скорость на оружие. Кстати, как вы можете заметить, у меня небольшой баг, у меня не показывают патроны почему-то. Они у меня не бесконечные, я вам клянусь. Это какой-то баг. Ну ладно. Сейчас это без разницы. Главное, фугас есть и перезаряжаюсь я, понятное дело. Вот. Когда попадается перк скорость в бонусе специалиста, естественно, нужно будет больше бегать. Ну и, конечно же, если вы встретитесь с врагом лицом к лицу, как в фильме Час Пик, если кто смотрел этот эпизод, то вы поймете, для чего он нужен. Хардлайн, думаю, не стоит объяснять, просто либо я его получу при бонус ачивте, либо я его поставлю до бонуса. И, соответственно, заработаю бонус хотя бы быстрее. И стану машиной. Дэд Сайлент я поставил, не знаю почему, потому что, наверное, Мёртву Тишину я своеобразно люблю. Да, я думал, тут появится на тактиковом Сёршне кто-то. Вот. Не знаю, зачем поставил. Ну, просто в предыдущих эпизодах я очень часто падал, особенно вот на локдауне. И меня просто убивали из-за этого. То есть доп. урон мне наносился. Вот. Ну и, естественно, бонус специалистам. Ловкость рук, думаю, понятно, зачем он мне нужен. Думаю, объяснять не стоит. Так, Ассасин тоже, потому что беспилотники, конечно же, летают. Мне это не нравится. Плюс, если я где-нибудь заныкаюсь, меня не найдут по отображению моего никнейма. Ну что же. И, конечно же, Сталкер. Сталкер без автомата. Это очень плохо. Как и в Блокопси-2 без стока. Тоже любой автомат. Ну, тут тоже, думаю, не стоит ничего говорить. Ну что же. Серия смертей. Ну, она тут мне не пригодилась. В общем, сейчас вы можете просто наблюдать такой матч. Я решил просто действовать по старой схеме. Это держать одну точку, постоянно контролировать. Здесь мне стало очень фигово. Потому что действительно было очень много врагов. И вот у меня уже, по-моему, минут 20. Да, минус 20. Я не помню. Но в этом моменте, да, по-моему, у меня было минус 20. Что же вам еще сказать? Если только наблюдать с геймплеем... В общем, сейчас тут будет такая небольшая тупизна у меня. Потому что вот они брали Б. Теперь внизу один замечен. Он уже убежал на Б. Минус. Нет, поможет, значит, убить. И вот сейчас будет небольшая тупизна. Вот смотрите. Прострел рынка. Ничего нету. Озираю в окрестность. Смотрю на точке А врага. Естественно, его уже убивают. Иду на Б. Старательно вижу по радару точку. И убиваю. Притом сквозь дым, хочу заметить. Перк. Меткий стрелок вам в помощь. Ну что же. Делаем небольшую зачистку точки Б. Естественно, мы опять не успеваем. Из-за того, что мы получили спешалист бонус ачив. Плюс у нас уже плюс 15. И вот. Всегда в моих фугасах. Я заметил. Вот вы можете их посмотреть также на ютубе. Но есть какие-то моменты, от которых зависит мой фугас. И вот этот момент тоже настал. Он именно вот этот был. То, что я успел ударить ножом врага. Вот. Сейчас такая тупизна идет. Вот, 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 вот. Я о ней говорил все время. Вижу то, что внизу враг. Спускаюсь. Конечно же, его тут нет. Но. Очередно. Ниндзю убивают. Так, у меня сейчас должно быть 23. Но значит я ошибся. Сейчас не будет, по-моему, фугаса. Ну что же. Вот такая вот небольшая схема. Мне попалась довольно хорошая команда, которая контролировала точки. Желательно, чтобы и у вас такая же была. Я сейчас ничего такого не говорю. Конечно. А, вот он момент. Ребят, у меня вылетела игра. У меня вылетела игра в этот момент. Вот тут у меня было минус 20. Я старательно думаю в башке, чтобы у меня быстрее запустилась игра. У меня было минус 20. Или 19. Ну, 19-20. Давайте пускай будет 20. 21. Вижу точку. Не рискую спускаться. Я, конечно, мог бы попытаться. Но, вот, как видели, там много точек. Прячусь. Прострел. Внизу враг. Реагирую. Но успеваю делать только хип-маркер какому-то устройству. 22. А, нет, вот. 22. 23. Сейчас будет небольшая пробежка до точки С. 23. Страсти накаляются. И. Сейчас. Замечаю врага, который бежит в переулок. А, нет. Вот. У меня уже сердце забилось. И. Фугас. Ну, что же, дамы и господа. Вот. Как-то так. 5 фугасов. Я как раз вам выложил 5 фугасов. Кстати, вот, если да, хотите заметить. Я вам выложил ровно 5 фугасов сейчас в Ютуб. Ну, естественно, это пятый. Вот. То есть, как вы можете заметить, мы можем даже преодолеть отметку 250. Но это будет не скоро. Да, мне тут кто-то написал. В общем, я тут с ним долго матерился. Но не долго. Он, в общем, утверждал то, что я читер. Вот этот вот буст. Потом винил свою команду в том, что они пидоры. И сейчас будет такая фраза, от которой... Да, мне всегда нравится такое читать. Мне нравится, когда меня считают читером. Вот. Просто человеку не дано. Он тупой достаточно. Пусть бегает с суппортом. А вот тут я не знаю, как я его проглядел, конечно. Мне стоило бы умереть. Начать заново серию. Попробовать дабл фугас набить. Но... Знаете, я сколько пытался набить дабл фугас? У меня максимум было 7. Я решил сыграть флоулес. Такой. Да, почему бы нет? Давайте я сыграю флоулес. Это... Извините. Это меня просто... Вот как раз Shark написал в Steam. То, что... Хороший фугас. Естественно, я, блин, это все уже... Отослал всем моим друзьям. Таким вот главным, которые были в сети. Всем. То, что я набил фугас с АК-47. И снова этот идиот к нам вернулся. О, это был просто нелепый матч. А знаете, почему вот нелепый? Потому что... Я хотел... Я вообще взял АК-47 только потому, что он у меня был голд. О, кстати, а вот на этом АК-47 патроны убавляются. Вот. А здесь просто решил немножко спасти нашу команду. Тем более до конца осталось всего чуть-чуть. Я не стал спамить чат. Там что-то у меня 31 к 1. Моаб. Флоулес. Я просто заорал в микрофон. Сделал что-то типа 360. И со спокойной совести услышал, что во мне думают люди. Ну что же, всем спасибо. На этом все. Я надеюсь, что когда я докачаю большинство оружия, до голда появятся новые Моабы. Подписывайтесь, чтобы их стало больше. Поставьте лайк, чтобы они больше набирались. Ну а здесь вы можете заметить прекрасный Флоулес. Ну что же, всем спасибо. Всем пока. С вами был Спектр 604. Субтитры сделал DimaTorzok Флоулес.